Клянусь, Севышний, твоей жене, слова не сказал. От и до я дрался с дагестанцем. Либо меня убьют в клетке, либо я в чемпионам оттуда выйду. Меня там и отбить хотели. Я даже тебе даю выбор сам, хочешь судьбу выбирать. Я уже привык к этой грязи, как бы нормально. Че будешь делать? Бить тебя буду. Услышал оскорбление и в свой адрес, и в адрес жены. Да, давай пускай у нас летит. Ты че, квартиру поставил, что ли? Или че? И че? Я-то отписался. Хорош тявкать, братишка. Ну, мы же с Дагестаном деремся. Значит, Дагестан будет запрыгивать в клетку. Шум, гам. Да я не обиженный. Конце три раунда. Попадешь? Уроню. Здорово, здорово. Друзья, всем привет. Меня зовут Ярослав Степанов. Рядом, как всегда, Леша Махно. Это очередной выпуск программы «Хук вам». И у нас сегодня такой супергабаритный выпуск, потому что в гостях Юсуп Шуаев, Григорий Пономарев. Парни, еще раз приветствую. 25 марта – это дата, в которую между вами, собственно говоря, прошел бой. Вот интересно, в первую очередь, с какими эмоциями вы вспоминаете тот день? С чем он у вас ассоциируется, наверное, в первую очередь? Гриш, давай начнем с тебя. Какая у тебя первая ситуация? Ну, первые эмоции – я в первую жизнь подрался за титул. Да, на самом деле, для меня каждый бой – это очень классные эмоции. Неважно, какой исход боя, что происходило, это моя работа, будем так банально это называть. Но я это люблю, и каждая какая-то движуха – это я очень обожаю, и я очень жду каждый раз каких-то боев дальше, поэтому у меня все четко, все позитивно. Юсуп, какие у тебя? У меня тоже так же все четко подошел к своей мечте, она ее, ну, хотит, стал чемпионом, всю жизнь хотел стать чемпионом Fight Nights, AMC Fight Nights, стал чемпионом, эмоции хорошие. Парни, обоим вопрос, все знаем, что первый поединок был достаточно напряженный, и послевкусие осталось, после боя, после турнира, вы как-то связывались друг с другом, там, созванивались, переписывались, ну, как-то был между вами делал? Да, мы созванивались, я звонил ему. Нормально так поговорили, тут же вроде. Ну, он что-то отписался в Инстаграме, кислянул его, меня, походу, я не знаю. Ты что, я-то отписался? Ты отписался? Нет, я не отписывался. Сейчас детский разговор будет, сейчас ты, я. Не, у меня как бы реально, ну, привычек нету там отписываться. Нет, я отписываюсь только от таких ноунеймов, которые реально мне не нужны, блин. А, от знакомых людей, тем более, от чемпионов айт-нэйтс, че нет, просто. Ну, значит, после эфира подпишитесь, все равно, ладно. Мы тут проведем примирение между пацанами. Ну, это общение было вот сразу, что после... Через два, через день. Да, буквально, да, вот, я, я как раз дома был, ну, прихожу, я что-то за пиццей пошел. За пиццей пошел, да. Мне жена говорит, это, тут нам звонят, я говорю, ну, перезвонили, мы перезвонили, или вы перезвонили, я не помню. Вы перезвонили ко мне, когда ты пришел? И все, вот мы поговорили. Поговорили, пообщались. Да так-то нормально все, да, это че-то же будет. Внутри клетки было напряжение, а за ее пределами, че мне напрягаться, ну, вот именно. Тем не менее, вот мы, когда, 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 как раз Камил и ты были на эфире, звонили Григорию, да, и получается, мы обсуждали такой, наверное, ну, как вопрос с целью расставить все точки над «ли», потому что был, ну, так скажем, подвешен, опять же, вопрос, почему был показан средний палец Гришей? Тогда, в общем, Гриша говорил о том, что услышал оскорбление и в свой адрес, и в адрес жены. Юсуп, ты говорил, что не было такого, не было оскорбления в адрес жены? Да, давай, пускай он ответит. Нет, ну, че ответить? Ну, когда я оскорбил тебя, и твой жены, минуту называют? После того, на метре, когда ты палец показал, я начал тебя оскорблять, я как тебе могу в стойке оскорблю? Думаю, что ты оттуда тебе кликнул кто-то, и ты подумай о яхте и кричу, ну, блядь, может быть, ну, а зачем твои даже это оскорблять? Ну, это такие, да, они, такие, где секунданты. Такие секунданты. Меня ждет Сережа, тренер, не кричит ни на кого. Ну, в следующий раз приведи, кто кричать будет. Приводите. И, а так, мы на них бездравимся, кто что-нибудь будет включать. Поэтому, поэтому, это, можно сказать, был всему углу, можно сказать, этот средний палец был показан. Ну, там действительно, я же, получается, вот еще, например, в тот момент находился со стороны угла как раз Юсупа, и, честно говоря, да, вот, ну, я после, сразу после боя сказал об этом и тренеру, и тебе, что очень много было, ну, летело таких слов, прям нелицеприятных, и, ну, наверное, в какой-то момент там было... Я-то их не поддерживаю, кто там, кто матерился, кто что-то там. Ну, у них, походу, эмоции тоже были больше, чем... Они знали то, что я хочу стать чемпионом, то, что я туда еду, как... Я когда уезжал оттуда, из Дагестана, я всем говорил, я без пояса не приеду сюда. Я говорю, либо меня убьют в клетке, говорю, либо я чемпионом оттуда уйду. Я вышел чемпионом, и они тоже знали то, что я хочу стать чемпионом, и кричали, вот, поддерживали меня, вот... Ну, неправо то, что они матерились, конечно. Не надо было и материться, там, плохие слова, обзывать его. Он не заслуживает эти оскорбления. Ну, ты как-то со своими пацанами это обсуждал, говорил, что, типа, из-за этого... Ну, осталось какое-то, может быть, даже в глазах фанатов что-то, типа, блин, нафигася так вести. Не, так-то я даже особо не знаю, кто это кричал. Ну, я тогда знаю всех там, кто был, но я не могу понять, кто это именно кричал. Я там одного выцепил, кто кричал, да, я ему сказал, я такие больше не делал, когда ты привезешь. Это, говорю, некрасиво. Кого я там увидел, кто что кричал, кого я заметил. Я вот смотрю, у меня вот, когда он повалил, и поворачиваюсь, кричит один. Я ему там во время боя даже на своем родном языке говорю, я тихо, помолчи, говорю, не кричи эти вещи. Гриш, вопрос такой, слушай. А еще, а твоей жене, я клянусь всевышним, твоей жене, я слова не сказал. Вот я вот на камере говорю, перед свидетельцами говорю, я слова не сказал. Мне вот даже не обидно, если бы вот мне бы кричали там, блядь. Я дрался год, я дрался в твоей жене, ничего не было сказано. Я дрался год в союзе. У меня от и до я дрался с дагестанцами, естественно, и с чеченцами, и с дагестанцами. Я с углов такие виртуозные слова слышал. У меня прям уже этот, ну, как он называется? Иммунитет. Иммунитет, да. Меня ничем не удивишь. Меня там и вхать, там и отхать хотели. А потом, когда пить, подходили в угол, они все забывали, что надо присаживаться, а не стоя там все пили. Вот, и я нормально к этому отношусь. Но когда забивают женщин, родители, ну, в моем случае не были родители. Жену задели. Я, ну, не дурцов, я не глухой, там, не пробитый. Я слышал адекватно, я, чтобы тебя и твою жену, может быть, это не ты сказал. Может быть, это с угла, с угла сказали, понимаете, ну, как бы вы себя повели, ну, как бы ты себя повел. Нет, нет. Ну, было бы, конечно, неприятно, неприятно, конечно, ну, и я, конечно, тоже свои эмоции показал. Показал, молодец. И расплочился за это. Смотрите, понятно, что вот точка приткновения, вот как раз эта фраза в адрес супруги. И мы понимаем, что любой бы из нас отреагировал подобным образом. В одном из интервью Юсуп сказал, что, типа, если бы в адрес, там, моей супруги или моей семьи такое сказали, то, типа, этот вопрос решался бы не в клетке, потому что это уже личное. Да. В какой момент, ну, для тебя это не перешло или все-таки как-то перешло, вот, знаешь, в разряд личного? И не было ли там, ну, какой-то там, не знаю, там, злости после боя, что, блин, надо с ним решать вопрос? Да, какая злость. Ну, мы все тут не глупые, потому что мы все же знают, как решать вопрос. Да, какая злость. Нормально все было. Я, я, честно, знал, что, ну, после боя я сидел и знал, что у нас будет реванш. Как бы, что бы ни было, у нас бы он все равно был. Через два боя, через три боя, все равно у нас был бы реванш. Я бы все равно опять бы дошел до титула, и мы бы все равно бы сделали бой с Юсупом. Ну, если бы он, конечно, там, от каких-то, если у него были бы бои, он бы защитил, например, пояс. Вот, поэтому этот вопрос все равно решится. Ну, я буду выходить в клетку не то, что там, знаете, какие-то свои обидки там, какие-то обидки забивать. Нет, я иду за поясом и за победой, и все. Мне, кстати, вот там решать проблемы личные, это, ну... Ну, я же не в детском саду там машинку в песочнице отбирать. Зачем? Там, там вон такая поясная песочница. Ты просто в одном из интервью говорил как раз, что вот будет реванш, сейчас все слова, типа, записаны, все, я запомнил, типа, и там уже дальше будем решать. Но, я так понимаю, ты это перенес, ну, как бы на спортивную составляющую, типа, перенес это в клетку, в общем-то, грубо говоря. Сейчас в наше время устраивать вот эти вот уличные межличностные отношения, это очень, ну, плохим заканчивается. Тем более мы таким благородным видом спорта занимаемся, зачем нам заниматься вот этим на улице, если нам можно этим заняться в клетке. Как говорит Камил Гаджиев, затем делать то, за что могут заплатить, и делать это за бесплатно. Именно. Вот тот момент самый напряженный, когда вы уже обменялись друг с другом средними пальцами, а было ли такое, что все в голове вот после этого, ну, мелькнуло, что типа, не, вот теперь проигрывать этот бой вообще никак нельзя? У меня было. У меня тут, я вот, меня это смотивировало, наоборот. Когда он мне показал палец, я думаю, да, не, здесь проигрывать нельзя. Здесь надо делать. Я, короче, как этот, со спортивного перешел на драку. У меня там по спортивному особо не получалось поначалу, потом в драке нормально пошло. То есть это уличный бэкграунд помог тебе ревножить. Гриш, как у тебя было? Да, мне, я как держался в руках. Я маленечко, поспокойнее в этом плане. Гриш, вот все обсуждают то злополучное поднятие из маунта, да, находясь в партере, ты дважды, по-моему, выходил на прием, вот, ну, наверняка пересматривал бой. Думал ли о том, почему тогда прием не пошел? Почему не пошел? Потому что, видимо, хорошие борцовские навыки у Юсупа. Да, это агат. А ты не прикидывал, что со своей стороны, может, тоже была какая-то техническая, например, недоработка? Вот ты думал, что вот в этот момент нужно было сделать чуть-чуть иначе? Да нет, да, это просто, ну, понимаете, тебе не получилось одно, ты же ищешь что-то другое. А тут мне поиск просто срывают, реально, ну, срывают реально поиск. Да даже просто зайти в маунт и маленечко добить можно. Я только залезаю, мне говорят, встаем. Ты что, квартиру поставил, что ли, или что, на Юсупа? Юсуп, а какие у тебя были мысли в тот момент, когда вот рефери поднимает, остаются, ну, буквально там считанные секунды до конца раунда оставались. Какие у тебя были мысли, с какими ты мыслями вставал? Надо уронить. Надо встать и зарубиться. Тебя не удивило решение в тот момент рефери? Я об этом не думал. Вообще-то? Нет, это, это... Ну, ты когда в маунт сел, ты что, добивался? Ты просто сел и вот так встал и начал отдыхать. И он взял, поднял нас. Ты же не сел, ни один удар не сделал. Там три секунды, там три секунды задержка была. Ну, там, походу, себя лучше знать, чем-то. Гриш, ты в одном из интервью после боя отмечал, что во время боя чувствовал себя хорошо, что подготовился хорошо, что вообще все шло, в принципе, нормально. И единственная причина поражения, это как раз вот то самое действие рефери. Вот сейчас, когда прошло время, по-прежнему ли ты считаешь, что... Да нет, это просто одна из... Одна из пунктов, что маленькая из равновесия вывела, что, ну, реально поднимают. Ну, и я так маленечко был огорошен, можно сказать, этим действием. Но я не говорю, что я там упал из-за рефери. Нет, я упал из-за себя, но рефери был некорректен. Я бы поспорил. Парни, ну, как это принято в Fight Nights, чемпионский бой, драма, много обсуждений, конфликт. Вот было все. И с момента вашего поединка не утихала тема реванша. И сейчас уже Камил Гаджиев официально дал нам добро, чтобы мы это объявили в эфире. 14 октября, чемпионский бой, реванш, Пономарев, Шуаев. Скажите, перед оглашением этого поединка были ли какие-то сложности в плане организации? Долго ли принимали решение? У меня не было ни. Мне просто... Главное, чтобы меня человек радовал. А там дальше уже... Я согласился, нормально. У меня устроил гонорар тоже. И полный период не было. У меня никаких трудностей не было. С Камилом у меня не было трудностей. Я его прислушиваюсь, как старшего. Он как скажет. Гриш, как у тебя проходило? У меня вообще все аналогично. У меня все нормально. Ну, у меня менеджер занимался этими переговорами, поэтому меня ничего никак не задело. Никакие негативы. Да и у менеджера не было проблем с Камилом. Ты просто в интервью, опять же, в Шатальке говорил, что этот бой для тебя теперь не просто бой за пояс, не просто очередной бой, а это принципиальный момент. Актуален ли этот статус до сих пор? Ну, реванш, он всегда принципиален. Всегда принципиален. Даже без конфликтов сам проигрыш, он принципиален. У нормального бойца, у нормального воина он будет принципиальный. Поэтому здесь ничего такого удивительного нет. Ну, нужно защищать и вот оспорить этот момент, что подняли, не подняли. То есть есть что-то? Да, есть, конечно. Это же мое. У меня хотят мое забрать. Это принцип. Я отдам свое к чужому, конечно. Я буду газовать, тренироваться еще больше, чем в первый раз. И сейчас-то я вот после боя прилетел, не перестал тренироваться. Всю дорогу тренировался. Сейчас тоже вот приехал вот сюда. Два дня здесь побуду. Дальше поеду пахать. Школа Абдумана по нормальному помогает уже. Там тоже тренируюсь, борьбу ставлю. Все. Я даже тебе даю выбор. Сам хочешь судью выбирать там. Кого по кайфу. Я готов на все сто. Пускай твой судья там будет. Мне нравится на судью уже. Да у меня нет своего судья. Если думаешь, что тот судья был там, хату поставил, что-то поставил, пускай на тебя поставит и будет тот судья, который ты хочешь. Не обеззрать, я буду драться. Только Ашота, Ашу Гяна не выбирайте, пацаны. Ничего хорошего не забудьте. Для тебя, Гриш, принципиально, чтобы рефери был ну не тот. Хотя бы. Вообще не важно. Да. Почему? Ну, потому что его точно не поставят. Универсальный такой. Поэтому, ну. А прикинь, его поставят, что будешь делать? Что? Бить тебя будут. Стойки, значит. Возмутишься, да? Да нет, вообще. Такой просто взгляд перебивать, когда не хочется перебивать взгляд. Юсуп, ты уже и здесь отмечал, что тема гонорара для тебя тоже важна в этом поединке. Заработаешь ли ты больше, чем заработал в первом бою? Без учета штрафа, если. Нормально. Нормально заработаю. Гриш, у тебя, ты вообще интересовался? Интересуешься ли ты тем, сколько ты заработаешь? Потому что ты... Конечно. Не, мне нормально. Я пока не стану чемпионом, а особо не интересовался. Но я сейчас стал чемпионом, и мне уже пора заработать деньги. Вот когда тогда общались с Камилом, во время того самого разговора Гриш, ты сказал, что у тебя есть команда, тебе нужно посоветоваться с тренером, с менеджером. Прошел там буквально чуть ли не на следующий день, ты уже сказал Камилу, что все окей, добро. Как выглядели твои разговоры с тренером, с менеджером? То есть, в чем был принципиальный бой? Вопрос был, нужен ли этот бой? Ну, я-то понимаю, он мне нужен, а они же старше, может быть, может быть, какие-то другие планы. Мы же не знаем. Вот. И они говорят, хочешь, будет, у тебя возможность еще раз подраться. Я говорю, спасибо. После поединка Камил сказал, что тебя штрафуют на полмиллиона за вот эти выпрыгивания в клетку и там неподобающее поведение. Скажи, первое, все деньги выплатил или удалось с Камилом там по-братски порешать? Мне этот, меня штрафовали, но меня отдали пацаны отдали на самом деле. Вот один, который со мной пришел, был у Камила в истории, он мне тоже там. А как это происходит? Тебе выплачивают весь гонорар и ты 500 тысяч там отправляешь обратно Камилу там или Амиру на сбережную номеру. Или тебе уже сразу сразу дали на 500 тысяч меньше. И пацаны реально возместили? Конечно. Всю сумму или так? Даже больше. А, да ладно. Короче, ты в плюсе даже остался, да, после? То есть есть вариант, что в реванше опять запрыгнут в клетку, потому что Юська на бабки еще больше заработал. Пацаны больше скинули. Ну, а если серьезно, вот как ты думаешь, удастся ли избежать? Ну, по сути, это был такой бардак вокруг клетки. Удастся ли этого избежать? Наверное, в первую очередь, это зависит и от тебя, да, от тех, кто с тобой был? Не, ну, я попрошу ребят, чтобы они чуть поспокойнее были. Я не знаю, за них ответить как. Выпрыгнули, наоборот же по кайфу выпрыгнули, шум, гам. Просто мне этот, я сам возмутился, то, что на него кто-то упал, там, из-за этого мне чуть неудобно стало. По-любому, я же человек порядочный. И вот это меня чуть-чуть самого напрягало, то, что на него кто-то упал, там, он и так лежит. Вот этот момент был. Гриш, а для тебя принципиальный момент, чтобы вот вокруг клетки было все вот, ну, спокойно, знаешь, скажем так, по-спортивному, или, в принципе, вот ты уже говорил про это. Да я уже привык. Союз, да. Я уже привык к этой грязи, как бы, нормально. Скажи, а не было мысли, например, ну, привести, помимо тренера и супруги, ну, там, своих пацанов, ну, типа, эти запрыгнут, мои тоже та запрыгнут. Даже со мной хоть рот солдат будет, она все равно не запрыгнет. Потому что, ну, мы как-то, у нас как-то менталитет другой, ну, мы такой, ну, тем мы не занимаемся. Нет, смотри, я скажу. Нас будут радоваться, у нас будут, там, веселиться, там, где-то, может, эмоционально, там, подсказывать, кричать, там. Во-первых, нас никто и никого, там, оскорблять на это не будет. Ну, и в клетку, естественно, тоже никто запрыгивать не будет. Если бы, например, он выиграл, и его угол залетел бы в клетку, сто процентов говорю, что мой угол бы не залетел вот так драться с ними, что-то делать никогда в жизни. Да просто они от радости туда запрыгнули, не то, не чтобы там дальше подраться, а они обрадовались, из-за этого залетели они. А вот если бы он меня выиграл, да, и я бы упал, и его толпа выпрыгнула бы туда, они бы туда не стали бы залетать вот так, драться там на месте. Да может потом, после чего-то, за его средний, палец, ответить пришлось бы. Ты потом, говоришь, после боя, когда смотрел, например, на видео, моменты, когда все это происходило, когда залетали люди в клетку, ты с какими эмоциями это все наблюдал? Что у тебя говорит? Это обычный, обычный момент, обычный рабочий момент. Там я тоже ничего такого не увидел, потому что не залетели, да, обрадовались пацаны, да, братья, это про залетание, про это уже можно закрыть тему, она будет всегда, будет всегда, вы не решите эту проблему, никогда, если вы только крышу с колючей проволокой не сделаете над клеткой, мои болельщики через колючую проволоку запрыгнут, не переживай. Гриш, и опять же, вот в нескольких интервью к тебе, так скажем, в комментариях можно было наблюдать некоторые претензии, основанные на национальной именно почве, вот последнее в Хасл Мамэй интервью было, ты общался с Адамом Зубайраевым, и ты сказал, ну вот пока они живут, типа, всю жизнь такое будет, у тебя, я сейчас, я сейчас говорю сам. Адам уточнил, типа, ты конкретных людей имеешь в виду, ты сказал, конкретный народ, а, конкретный круг народу. Мы же с Дагестаном деремся, значит, Дагестан будет запрыгивать в клетку, у нас по сути, так кто запрыгивает в клетку, ребята с Дагестана у нас запрыгивают в клетку. Они самые искренние, потому что, поэтому я согласен, у нас тоже люди искренние, они потому что они какие-то невоспитанные, или что-то они самые воспитанные. Да я не сказал, что они просто искренние, просто они очень эмоциональные, но очень эмоциональные народы. Это же хорошо, ничего, плохо что ли, то что они искренне болеют за свой товарищ. Ну, тебя там опять же, да, люди обвиняют именно в обобщении, я имею в виду, и вот интересно, просто твое, как спец твоё. Люди всегда за что-то будут обвинять. Веселишься, хуй, грустишь, хуй, скромный, что такое скромный, маленько наглый, что такое наглый, поэтому у нас всегда будут за что-то обвинять. Ну, я имею в виду, у тебя не было такого подтекста, с национальной подоплёйки, какой-то, с каким-то национальным подвохом, ну, не подходил к этому вопросу. Гриш, буквально через пару дней после выхода, там, вот этого интервью, это комментарий, всей этой суеты. Ты выложил хайлайт у себя в сайдексе? Юсуп выложил хайлайт. Как раз Юсуп обратился чуть ли не Григорь, ну, точнее, выложил Юсуп. ты выложил хайлайт из поединка и написал «Хорош тявкать, братишка». Ну, это был ответ заочный? Это было ответ на вот это интервью или как это было? Все правильно поняли. То есть, ты принял это как действительно то, что это, ну, скажем так, была задета часть твоей национальности? Да. А ты заметил этот пост? Он же отписался. Я муж в Алтае был, кстати. Я же как раз после, где-то после вот этого интервью в Алтае уехал. Нет, что ты отписался, скажешь, обиделся, что ли? Да ну, ты че? Вот это, кстати, вот это слово обиженный. Да я не обиженный. Ну, реально. Огорчился. Да и не огорчился, им ни на кого обижаться-то. Я, ну, подрался с тем там, тому проиграл, я четко вот отписался там. Не знаю. Я же не отписался, я же не отписался. Я сам это не заметил, мне кто-то открыл, смотрю на тебя, отписался. Так я тоже зашел, ты от меня отписанный. А это сейчас долго можно, что тебя, ну, так скажем, сподвигнуло на то, чтобы вот этот пост выложить, написать, ну, довольно такая жесткая риторика в целом. Ну, вот это то, что народ, вот на это я тоже обратил внимание. Ну, сейчас Гриша объяснил, что не имел в виду там какое-то обобщение или что-то вроде того. Понимаешь ты, что ты, может, не так понял, что ты не так понял. Пускай будет разогрев перед реваншем тогда. Гриш, сейчас извини. Вот, уже объявлен ваш реванш и не так давно вступили новые правила в Fight Nights. Мы знаем, что ты тяготеешь больше к борьбе, то есть, гранд ин паунд, переводы и так далее. И учитывая первый поединок ваш, то есть, ты больше тяготел к борьбе в каких-то моментах. Само по себе правило, как отнесся к этим изменениям и считаешь, вот, например, тактически придется по-другому бой выстраивать и вообще это плюс для тебя или минус? В плане самого вида спорта это, конечно, лишка. Ну, потому что это профессиональный вид спорта. Ну, конечно, да, когда вот просто лежат там около клетки, там, хоть не беспокоить, они и поспят, там, это да, ну, можно поднять. Ну, конкретно минута борьбы, минута борьбы для профессионального вида спорта, это, ну, это уже чересчур. Ну, шеф сказал, ну, минута борьбы, значит, минута борьбы. Будем подстраиваться под минуту борьбы и маленько, может быть, тактику где-то изменим. Изува, для тебя плюс эти изменения правил? Для меня? А тоже без разницы, нет, не знаю даже. Наверное, да, он борцов хожу. Барон, борцов. Наверное, да, я думаю, то, что. Плюс. Ну, мне без разницы, да, как его выиграть, с какими правилами. Со старыми, с новыми, пускай какие-нибудь другие еще придумают, вот я их тоже выиграю. Ну, смотри, по идее, ну, опять же, исходить из картины первого боя, да, в борьбе у Гриши было очевидное преимущество, ну, не знаю, не то, что там выдохнул с облегчением, но, типа, подумал ли ты, что тебе, возможно, будет как-то проще, может быть, из-за этого в реванш? Нет, я вообще не думал об этом, я так, наоборот, я так же думаю, то, что старые правила получше, поинтереснее, так же, как, потому что, как он говорит, это профессиональный вид спорта, и те правила будут поинтереснее. Ну, как бы, более, более бой должен раскрепощенный быть. Ну, типа, странно, да, что два пацана плюс-минус одного уровня, и один-второго переводит и за минуту успевает ему что-то оторвать. помнишь, что с ним более 120 килограмм? А Камил же сказал то, что эти правила ничуть не покажут, ну, не будет особо во время боя изменения не будет видно. Слушай, ну, я видел изменения, я был на одном из крайних турниров, во-первых, одного пацана брали на болячку, стоп-стойка, а второго пацана там уже вколачивали просто в канвас, он бы и сам был рад, что уже закончили этот ТКО был, а ему нет стоп-стойка, ему еще и со стойки потом накидали в кабину. Ну, типа, ну, нет, ну, нет, я лично, и Камил, ну, в курсе, я это говорил в интервью, я противник этого, учитывая то, что я люблю проводить стойки, но я считаю, что это просто, ну, взять и половину правил кастрировать, а из разряда, ну, сделаешь ты там на пару переводов больше. Серьезно, на пару переводов больше? Это типа так, знаешь, налегке взял ногу и усадил. Каждый перевод, мы же понимаем, сколько это сил, это надо как готовить, типа. Ну, не знаю, я, конечно, не фанат этих новых правил. Гришин, ты в одном из интервью говорил, что, типа, ну, возможно, придется теперь из-за этого ограничения просто живее действовать, там, после перевода. Для тебя вот это актуальная история еще, то есть перевести и что-то сделать. Да, он по-любому переводы будут, потому что, ну, он клинч всегда есть. Клинч, что за собой ведет? Борьбу там. Мы же там не отбежим друг от друга, скажем там, ты что, минута борьбы? Конечно, будет какой-то перевод с его, возможно, стороны, с моей стороны, естественно, и либо он, либо я будем работать сразу активнее, потому что, ну, в борьбе, и вот это в голове минута борьбы, это сразу. ну, я думаю, с новыми правилами, к большой скорости в борьбе уже. С новыми правилами наш бой будет поинтереснее, рутки будет больше, да, чем-то будет больше стойки сейчас. Пацаны, 25 марта подрались, бой объявлен 14 октября, 7 месяцев простоя между этим. Были ли какие-то мысли, может быть, какой-то промежуточный поединок провести, может быть, даже не по правилам ММА, ММА сейчас знаем, да, модно, и там, по боксу хлестанутся. Да не, я как бы, ну, открыт для, ну, как, для предложений. Я только за. То есть, этот промежуток, что 3 месяца сейчас остается, ты еще можешь для себя рассмотреть какой-то вариант подраться. сейчас, сейчас пока, я пока сейчас тренируюсь, занимаюсь собой, поэтому, и таких предложений нету, ради которых можно сейчас избрать, взять все, бросить, и все, я поехал. У меня было что-то, не, на словах, чисто, зулу по боксу, что-то, что-то вот так я слышал, и так и... А на какой площадке? Правда? По-моему, правда, я даже не помню уже, что-то было такое, короче. Ну, тем более, вы же с зулу уже сражались. Да, это не сражались. С ними я сражался, а зулу так подвигался. Так в целом, 7 месяцев без боев для тяжей, где там не надо гонять вес, где есть, в принципе, возможность подраться, потому что у вас есть там образ, понятно, есть там имя и все такое. Ну, недолгие ли это простое, так скажем? Вот, Гриш, как ты для себя считаешь? Да не, я считаю нормальным. Это нельзя даже простое назвать. Нормально. Время отдохнуть, и все время подготовиться. Для простоя я считаю, что вот время простое, это когда, ну, полтора года. Вот это простое уже называется. Ну, наверное, даже год уже. Это простое. А март и октябрь, это я считаю нормально. Люди, люди некоторые раз в три года дерутся и считают вообще это здорово. А я так и думал подраться. Чтобы прошло время, да, было. В октябре я и планировал, тогда даже заранее, когда я думал, если по воле Всевышнего я выиграю этот бой, и защиту я сделаю в октябре. Ну, вот так. Строил планы, да, мысли. Юсуп, вот получается так, что во время боя у Гриши опять же проходили тейкдауны, все получалось в борьбе, а у тебя теперь есть какое-то, ну, я не знаю, знаешь, как реваншистское настроение именно вот в этом компоненте? как? Я когда готовился, я почему-то готовил этот, с клинча борьбу. Я не ожидал, что он проход ноги будет, двухметровый человек проход ноги делать. И вот так чуть... сейчас уже будешь готов к этому? Сейчас уже надо будет подготовиться, конечно, да. Гриш, ты говорил в интервью, что тебе там порядка трех раз предлагали выступить в поп-ммэй, по-моему, со Славом Каримовым, да? Одно из предложений был Славом Каримовым. Вот, а почему не принял, в принципе? Да я думаю, что вот-вот только отбился, там 10 дней проходит, они говорят, через 15 дней залетишь, типа, а я отдыхать уехал. Такие, ты что? Там за ведро картошки это столько разжаритых, да. Ты что, я не поеду. А что еще за предложения были? Вот, ты говорил три раза, выходили на связь, вот так, если на скид. Не помню даже. Не помню. Ну, как в голову даже не беру, типа. Ну, это тоже бои с ютуба, да? Так скажем. Да. Поп-ммэй, ну, грубо говоря, поп-ммэй. Для тебя это, в принципе, история не особо интересна, да? Ни в каком виде. Юсуф, а тебе же тоже наверняка предложили? единственное только, ну, люблю канал Рентиньи очень сильно. А, кстати, можно было, наверное, по боксу выступить? давай по боксу? После. После? Да. Вот, это уже 22 анонса. Ну, смотри, например, сейчас программа Хуквамбарова распланирует вам тут календарь без денег не останетесь, боев будет полно. В одном из интервью ты сказал, что до сих пор твой уличный шердок нет-нет, но может пополниться. Скажи, вообще, когда была, вот последняя история была, ну, какая-нибудь, что-то на улицу. это когда карантин был, когда карантин был, люди что-то прям вообще какие-то два года назад озверевшие, какие-то были. Расскажи, как это выглядело. засиделись. Да, нет, не надо это. Нормально зарыдулся, углубляться, да, нормально. Со всеми последствиями, с гонорарами, со всеми. Платы и трансляции, да? Да, 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 и трансляции. Мне просто интересно, как выглядит человек, который, ну, с любым из вас, в принципе, захочет, ну, типа, зарубиться на улице. Это отвратительно, на самом деле. Ты просто такими словами говоришь, знаешь, у людей создается интрига, и они не получают... Ну, интригант такой, конечно. Ну, а весовая категория была одна у вас? Кстати, да, у нас практически одна весовая была. Он такой, под соточку, чувак весел. Под соточку, да. А ты под 150. Нет, по 40. Юсуф, ты когда последний раз улучшал свой уличный рекорд? Да, детственное, да. Школьное время, да. Ты на улице, короче, сейчас не конфликтный человек. Нет, так-то, что, драться не приходилось, наверное, как взрослый стал, чтобы так выйти там. Ну, они просто с такого края, где люди все равно спортом очень сильно интересуются, и узнаваемые все равно в своем крае. А я живу в Москве. Москва, Дагестан, все равно, как бы, тут тоже, ну, хорошо люди. я поспорта привязываю. Я перебью в последний раз, знаешь, когда было? Мы были как раз с Шаром Буллитом вместе. Это не тот случай, не эскалатор, не в торговом цене, не в торговом цене, не в торговом цене, тоже недавно ответил. Но за дело, тоже с трансляцией, это было, где-то года два с половиной назад, это было, здесь, в Москве. Мы что-то ехали на тренировки, кто-то там Шаре набрал, говорит, наш общий друг, какая-то разборка, говорит, приезжай там. И мы поехали туда, только туда приезжаем, и кто-то приезжает, подъезжают те, короче. И так получилось, что я Шара чуть вперед, с ним ближе остановились, и тут только вышел, и Шара ему сразу дал, короче, тому. Я один выходит, я ему стой, говорит, и хуже будет, если ты полезешь. У меня руки убери, пришлось ему тоже, короче, дать один раз. Получается, вы гангстеры. Успокоить. Я резко Шаре говорю, пойдем, пойдем, по-моему, он умер, говорит, убегай. Ну, все закончилось, без летания, все четко, все нормально. Да. Вот, последний раз тогда было, больше после этого, хвала Всевышнего не было. Пусть Всевышнего бережет нас от этих уличных драк, где все плохо заканчивается. Это все не нужно, вот если нужно будет подраться, мы в клетке подеремся, выясним, кто сильнее, деньги заработаем. Не делитесь на улице, зрители там, вас касается. Парни, получается, до вашего боя остается еще 3 месяца. Понимаете ли вы, как эти 3 месяца будут для вас выглядеть уже, Гриш? Давай начнем с тебя, да? У меня уже все распланировано. Можешь ли поделиться этим? Нет, не могу. Ну, а так, хотя бы в... Да что делиться, со своей командой буду готовиться. Просто сейчас ты в Москве, я так понимаю, первый месяц из этих трех ты проведешь в любом случае здесь? Да я больше просто приехал так на Москву посмотреть. Я же не, ну, так, всегда здесь проездом, так, хоть посмотреть, хоть за народ поддержаться, за новый, хоть, новых бойцов, хоть посмотреть, хоть, звезд, МАМА там увидеть, а то я... Ну, конечно, тоже звездный зал, на других тоже хочется посмотреть. Ну, естественно, маленько с ними поработать хочется, побороться, постоять в стойке. А вот ты сейчас, ну, проводишь время в зале Стрела, да, все знаем, что, наверное, в Москве нет зала, где большее количество тяжеловецов, ну, учитывая, что они, скажем так, идут на салью Волкова. Поработал, уже удалось поработать Сашей? Может быть, что-то новое подчеркнул? Конечно, удалось. Тигр невоспитанный. Удалось, да, Саша очень хороший боец, очень, очень неудобный. Ну, я, честно, не работал давно, очень давно не работал с человеком, который, ну, прям повыше меня. И меня, наверное, первые две минуты в такой дискомфорт, в дискомфорт, мне это вело, да, и когда у него длина ноги, как я, ростом, это очень так кринжово, конечно, было. Юсов, у тебя как эти три месяца распланированы? У меня так же, да, нормально все. в таком же темпе буду тренироваться, больше спаррингов делать. Дома в Дагестане будут готовиться? Дагестане, да. Буду тренироваться в школе Абдулманапа, Нурмагомедова, там, Агат, Горец, нас там тоже тяжей немало. Есть там тяжи, мы собираемся, группа, вот эту группу, пишем сообщения, давай спарринги, там, вторник, пятница, в Крабах. Так, я думаю, нелегко будет готовиться, все четко там, насчет подготовки вообще проблем нету, и все готовятся, постоянно у кого-то бой бывает, там тоже, с этой группой. Всегда в боевом режиме. Да, всегда в боевом режиме. Как вы визуализируете реванш, Гриш, вот как ты себе представляешь, как пройдет второй бой? Я считаю, что, наверное, бой пройдет очень, очень всю дистанцию. Всю дистанцию? 25 раундов, да вы серьезны? Я, по крайней мере, буду это делать. Ну да. Как ты видишь ваш бой? Конце певраунда. Упадешь? Уроню. Получился более такой, этот, конкретный. Просто не хочет 25 минут дышать. Прям такой вектор. Больше 25 минут работать. Пацаны, есть традиция в программе Хук вам, уже много кто из ребят провели здесь стардауны, давайте мы ваш стардаун тоже по традиции сделаем. Григорий Пономарев. Юсуф Шаев. Здорово, здорово. Друзья, всем привет! У Спорт24 вышло новое мобильное приложение. Скачивайте обязательно, там вы сможете следить за всеми новостями спорта. Продолжение следует... Продолжение следует...